В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте! Сегодня с утра сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в здании бизнес-центра «Акварель». Как сообщили в пресс-службе НАБУ, в результате следственных действий детективы бюро разоблачили человека, который предлагал сотрудникам НАБУ взятку в размере 800 тысяч долларов. Сегодня на своей страничке в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что одесский бизнесмен Альперин предлагал взятку сотруднику НАБУ в размере именно 800 тысяч долларов за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий. Подозреваемого в убийстве студентки Одесской юрокадемии оставили под стражей еще на два месяца. Судебный процесс в отношении убийцы 17-летней Татьяны Маснюк впервые рассматривали по Ведеопольском районном суде. Труп первокурсницы был обнаружен 20 мая в Ведеопольском районе. В убийстве подозревается таксист, который признался в том, что изнасиловал девушку, после чего задушил ее и сжег труп. Позже подозреваемый признался в совершении еще одного убийства в 2014 году. Следующее заседание назначили на 12 января. По словам прокурора, процесс могут вернуть в Киевский районный суд, учитывая, что большинство свидетелей являются жителями Одессы. На данный момент продлили срок содержания под стражей на два месяца. На следующее заседание будут вызваны потерпевшие в данном криминальном проваджении. Будем рассматривать по сути уже. Следующее заседание, одну секундочку, назначили на январь месяц, на 12.01, на 14 часов. Известный одесский общественник Андрей Сидоренко по-прежнему на свободе. Ему инкриминируют угон, разбой и мошенничество в составе преступной группы. Обвинение настаивало, что Сидоренко может воздействовать на свидетелей или сбежать из страны. Тем не менее, Суворовский райсуд Одессы отказал прокурору в ходатайстве о помещении активиста под стражу. По мнению суда, следствие допустило ряд процессуальных нарушений. Стороны процесса по-разному восприняли решения суддей. Кручивость статьями 176, 378, 183, 184, 193, 173, 173, 303, 306 КПК, окрім следователь суддя постановил. За доволені колпотання слідчого Хаджабьевського відділу поліції, Суворовского відділу поліції, в місті Десегон-Проводецкого листа Ренка відмовити. Визнати неправомірною бездіяльність слідчого Хаджабьевського відділу поліції, Суворовского відділу поліції. Ми будемо в апеляційному порядку вимагати, у нас є таке право, вимагати задовольнити наше клопотання та взяти під варту підозрюваного у цьому кримінальному впровадженні. Оскільки ризики, на які ми посилалися раніше, вони продовжують існувати і є необхідність у таких наших діях. Состязательна сторона показала, що наша правовая позиція гораздо сильніє і убедітельна оказалась для следственного судді Дергачіва, чим представлено обвинення. Естественно, обвинення недовольна, тому що та робота, цель, яку поставили перед ним, не достигла положительного результата. Я остался на свободі, я смогу і дальше продолжати защищати свої права. Прокурор, підтримуючи обвинення, буде обращаться в апелляцію. Сам Сидоренко утверждает, що його преследують за общественно-политическую деятельність, а не за кримінал. Сегодня екс-лидер одеського права сектора Сергей Стерненко явився в Приморський отдел полиції, де ему сообщили о подозрении в организации массових беспорядков 12 ноября в Горсаду. Після того подозреваемый прибыл в Приморський районний суд, который должен избрать ему меру пресечения. С первых минут Стерненко і його защитник заявили, що настаивають на допросі начальника обласної полиції Дмитрия Головіна, на показання которых строїться обвинення. Пан Головін, якщо він вважає, що я дійсно вчинив такі дії, оскільки він є особливо відповідальна особа, високого рангу, він повинен самостійно з'явитися в суд для дачи показань, для того, щоб підтвердити свої слова. Кроме того, Стерненко потребував предоставити йому переводчика, сославшись на то, що не понимає русского языка, на котором составлена часть матеріалів производства. Суд нашел специалиста, засідання должно возобновитися в эти минуты. Чем оно закончиться, мы уже расскажем в итоговом выпуске новостей в субботу в 6 вечера. Пальщики недостроя набережный квартал вновь вышли под прокуратуру. С момента последнего митинга прошло почти полгода, а ВОЗ и ныне там. Собственники строящегося жилья заявляют, что заказчик по-прежнему требует с них дополнительные деньги за завершение работ, но платить повторно они не намерены. Заказчик вот сейчас хочет возобновить строительство за наши деньги. То есть мы второй раз должны сброситься на строительство дома. Он говорит, что он точно такой же пайщик, и он точно так же обманут, как и мы. Хотя он является заказчиком строительства и владельцем земельного участка. Мы уже здесь разбастовали, здесь были уже мы, пообещали разобраться. Но никто этим не занимается, вообще спустили на тормоза и все. Никто этим, как будто нас и нет. В прокуратуре отчитались перед людьми за проведенные следственные действия. Строительство остановлено более чем год назад. Проблемы связаны с тем, что застройщик нарушил градостроительные нормы, в частности этажность, а также вышел за пятно застройки, предусмотренное проектом. Теперь заказчик работ Олимпик Странс объявил себя также потерпевшим и требует дополнительные деньги спайщиков. Полиция арестовала троих иностранцев, которые похитили 17-летнего парня и пытались получить от его родителей выкуп. Словомышленники схватили жертву прямо на улице. Неизвестные лица, нанося удары, затолкали парня в автомобиль и, находясь в автомобиле, применяя физическое насилие, завладели его имуществом. Далее похитители привезли юношу на квартиру, где осуществили телефонный звонок отцу потерпевшему с требованием заплатить выкуп за своего сына. Испугавшись за жизнь своего сына, отец передал преступникам определенную сумму, после чего юношу отпустили. По горячим следам преступную группировку арестовали ее. Членами оказались иностранные студенты, обучающиеся в Одессе. Испугавшись за его родителей, которые выкупали неповнолетнюю Одессе и за его повернение получили из его родителей значную сумму грошей. При затримании у них были выключены речевые доказы, которые прямо вказали на причетность каждого из них до совершения вказанного тяжкого злочину. Наразі злоумисники відповідатимуть перед законом за тремя статтями Кримінального кодексу України. А саме, частина друга стати 187 – розбій, стаття 146 – незаконно позбавлення воли, стаття 189 – вимогання. В теперешній час слідство триває. В городском совете прошли слушання по поводу общественного бюджета. Всего було рассмотрено более 70 проектов. Все средства на реализацию этих проектов выделены из городской казны. Поправки были внесены исключительно от горожан. Большая часть проектов отправлена на доработку в профильные департаменты, потому что мы считаем, что та инициатива, которая исходит от людей, мы не можем просто по формальным каким-то признакам не проголосовывать те или иные заявки и пытаемся каждый проект, чтобы вышел на голосование. То есть максимальное количество идей одесситов по улучшению своего города, чтобы они выходили на платформу, которая действительно в перспективе может получить, в случае поддержки большого количества одесситов, может получить финансирование из бюджета города Одессы. Региональный форум национальной платформы «Женщины за мир» уже второй раз прошел в Одесской юрокадемии. Главная цель создания этого движения – обсуждение решения насущных проблем, существующих сегодня в украинском обществе. Наталья Апара продолжит тему. Национальная платформа «Женщины за мир» объединяет женщин по всей Украине. В этот раз главная тема регионального форума – принятие бюджета 2018 года. Активистки национальной платформы разработали и зарегистрировали в парламенте альтернативный проект бюджета. Я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову, юридической академии, за то, что мы являемся партнерами, друзьями, и за то, что мужчины сегодня в Одессе умеют поддерживать и защищать женщин. Каждому человеку хочется видеть свет в конце туннеля. Хочется увидеть, что в 2018 году мы начнем возвращать страну к миру, к экономическому процветанию, хотя бы стабильности. Но, к сожалению, когда мы увидели правительственный проект бюджета на 2018 год, мы увидели, что это проект войны, бедности и дальнейшего упадка страны. Еще один из главнейших вопросов, обсуждаемых на форуме «Женщины за мир» – проведение пенсионной реформы. Президент Одесской юрокадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов категорически не поддерживает предложенную правительством реформу. Надо начинать реформу пенсионную с повышением пенсии и уравнять пенсию минимальную с минимальной заработной платой. Вот это самое главное. А мы вроде бы заработную плату поднимаем, а пенсия остается на том уровне. А как прожить на те мизерные гроши, которые сегодня представляет нам правительство? Это беда в целом для нашего общества. Я встречаюсь, многие открываем курсы бесплатные компьютерные, мы открываем, особенно принимаем в юридической клинике. И там мы видим, что приходят люди абсолютно незащищенные, люди, которых попирается права. Другой гражданин, даже работающий, еще может как-то нанять адвокатов, если это касается личной его семьи. А пенсионер, он беззащитный. И ему еще оставляют пенсию социальную 950 гривен. Или мы говорим о пенсионной реформе, вот сегодня тоже обсуждается. Бесплатная медицинская помощь. 210 гривен или 217 гривен в год на одного гражданина. Ну вдумайтесь, чуть больше 60 копеек бесплатной помощи и лекарствам. Чистый абсурд, вообще нельзя было. Также в круг незащищенных и малоимущих граждан сегодня попали вынужденные переселенцы. Многие из них обрели второй дом именно в Одессе. Спасибо большое, что Сергей Васильевич поддерживает постоянно и юридически, и морально, и материально тех людей, которые вынуждены были приехать в Одессу. И благодарны очень одесситам, потому что мы все понимаем, сложно, тяжело, непростое сегодня время, но они нашли здесь приют и нашли понимание. Поэтому у нас подготовлено более пяти законопроектов, у нас подготовлена комплексная программа по защите переселенцев и защите мирных людей, пострадавших от войны. В принципе, все эти документы прошли профильные парламентские комитеты, но сегодня большинство в парламенте, возглавие с господином Порубьем, просто блокируют рассмотрение этих вопросов. И просто вот делает вид, что этой проблемы у нас в стране нет. На форуме единогласно было поддержано предложение главы фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светланы Асауленко по созданию на базе Одесской юрокадемии школы женского лидерства. Наша задача образовывать сегодня женщин, давать платформу, давать площадку, давать возможности, давать навыки и знания для того, чтобы женщина не боялась идти в политику. Если женщина участвует активно в государственной, общественной и политической жизни, это всегда более социально ориентированное государство, более справедливое, более правовое и так далее. Это то, что не хватает на сегодняшний день Украины. Украине само название «Женщины за мир» вселяет оптимизм. Женщины Южного региона также активно обсуждали проведение реформы образования, в частности высшего юридического образования. Нашумевший законопроект номер 7147 о юридическом образовании и доступе к юридической профессии, разработанный группой авторов во главе с Оксаной Сыроид, вызвал негативную реакцию всего юридического сообщества. Ранее в Комитете Верховной Рады, а также по инициативе Ассоциации юристов Украины, проходило обсуждение данного проекта закона. Сергею Васильевичу Кивалову во главе с другими депутатами был подан альтернативный законопроект о юридическом образовании и допуске к юридической профессии, который получил большую поддержку среди юридической общественности, среди представителей высших учебных заведений, профильных, а также среди адвокатов и судей, поскольку он действительно содержит, с одной стороны, нововведения, которые должны будут повысить качество подготовки будущих юристов, и, с другой стороны, данный законопроект лишен искусственных барьеров, направленных на ограничение количества высокопрофессиональных практикующих юристов и допуска к юридической профессии, но при этом учитывает современные международные и европейские тенденции при подготовке юристов. Сегодня этот форум проходит именно в стенах юридического образовательного центра нашего государства, национального университета Одесской юридической академии, потому что очень часто непосредственно именно нашим профессорско-преподавательским составом принимается участие в разработке различных законопроектов, направленных на то, чтобы наше государство все-таки было правовым, демократичным, и все принципы, которые записаны в нашей Конституции, они были поддержаны, они работали, и они имели смысл в дальнейшем развиваться. Наталья Апара, Александр Вейцман, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливых и хороших выходных!